Друзья, всем привет! Сейчас мы рассмотрим видео моей практики в 1С. То есть я сам не программист 1С, но по долгу службы пришлось с этим столкнуться. Речь в данном видео пойдет о том, что нам необходимо доработать внешнюю печатную форму. В данном случае форма счета на оплату. Вот как бы эта форма у меня была, но я ее на инфостате купил у человека за 1 старт мани. Но она, во-первых, не запустилась у меня сразу. То есть там вышла ошибка, которую вы сейчас увидите. Я ее исправил. Затем внес свои коррективы и сделал ее под свои требования. Под требования нашей компании. Вот сейчас мы выбираем нашу внешнюю печатную форму. Открываем документы продажи. Мы ее прикрепили через НСИ и администрирование. Версия у меня УТ 11.4. Пытаемся внешнюю форму эту открыть. Стрелочка показана. И видим ошибку. Поле объекта не обнаружено. Упаковка ссылка. Следовательно, такого поля у нас нет. Проходим в конфигуратор. Открываем опять эту же обработку. Открываем модуль. Ну и с помощью поиска находим вот эту именно строку. Упаковка ссылка. Вот. Я ее нашел. Эту ссылку. Сейчас мы ее подредактируем. Чтобы у нас эта форма начала открываться. Вот. Находим выражение. Где у нас сталкивается эта ошибка. Также необходимо в запросе будет изменить. Комментируем. То есть вносим свой опознавательный клик. Так скажем. Вот. В данном случае он мой. Чтобы можно было потом с помощью поиска найти. Ну и другие программисты. Если будут сталкиваться. Видели что это. Что это. Чье-то исправление. Делаем начало. Делаем конец. Затем комментируем. Закомментируем оригинальное значение. Ну я сначала скопировал. Теперь комментируем. Чтобы оригинал у нас оставался выше. Ну здесь просто я удаляю ссылка. Вставляю просто упаковка. Также здесь. Следовательно в самом запросе. То есть запрос никак не влияет. Видите синтаксическая ошибка не обнаружена. Тоже нужно изменить. То есть убрать упаковку ссылка на просто упаковка. Далее переходим опять в бочек. И видим что у нас все открывается. Уже. Так далее. Что мы здесь хотим сделать. Мы хотим сверху вставить логотипы нашей компании. Справа тоже сверху будет логотип наших партнеров. По центру где вот написано внимание срок действия. У нас будет наименование нашей организации, адрес электронной почты, номера телефонов. Ну и другая. По центру отформатированная информация. Для того чтобы это было красиво. Образец заполнения все остается точно так же. Счет на оплату и ниже. Вот табличная часть. Тоже все остается так же. Она у нас формируется. Вот. Дальше здесь мы менеджера переместим в самый низ. После логотипа опять же будет логотип наших партнеров в длину по горизонтали вставлен. Дальше вы увидите. И к менеджеру будет привязываться его номер телефона и адрес электронной почты. Также добавим в область дополнительной информации. Ту информацию которая была выше. То есть счет действительно столько-то дней. Груз необходимо забирать с такого-то места. И уберем колонки веса и объема с табличной части. То есть общий вес. Вот видите у нас общий вес кг и общий объем всего метров кубических здесь останется. А вот сами колонки в табличной части мы их уберем. Потому что они как бы лишнее место занимают. Ну нет необходимости. Все открываем наш макет. Вот. Эту часть мы просто-напросто удалим. Она нам как бы пока не нужна. Вот эти части я тоже все поудалял. Потому что мы просто ставим сюда необходимые логотипы. Необходимые наши рицунки. Все. Прикрепляем просто через обычный вот этот вот значок. Наш любой файл. В связи с тем что это является тест. То есть разумеется на оригинале я уже все давным-давно сделал. Сейчас просто делюсь. Потому что мало ли может кому-то понадобиться. На практике в поиске YouTube. Да и вообще на инфостате как бы все размытчато рассказывают. Уроки обычно проходят в таком формате A плюс B равно там C. Но на практике такого не требуется. На практике вот именно нужно что-то подобного рода действия. А вот это A плюс B как бы ну тоже конечно полезно для самообразования. Но для работы именно как мне оно не пригодилось. Я оставляю одинаковые рисунки. Но разумеется вы можете вставить свои. Слева у меня логотип нашей фирмы. По соображениям конфиденциальной информации разумеется я не буду отображать. Справа будут наши поставщики. Наши партнеры тоже. Вот эту область мы уберем. Чтобы печатная область была смещена. В связи с тем что она у нас просто сместилась на 2 столбца. Вот. Как-то так у нас будет выглядеть. Здесь по центру мы, как я уже выше говорил, добавим наименование нашей организации. Наш номер телефона. Адрес нашей электронной почты. Вот я просто отцентровываю и объединяю ячейки в том месте где у меня будет эта информация. Ну и затем вписываю сюда информацию. В данном случае будет, как в тестовом варианте, просто название организации. Ну вы разумеется будете писать свою. Ну и опять же если оно вам нужно, то есть не для всех. Мне просто нужно было скопировать образ макета из 10.3. У Т10.3 сейчас 11.4 и руководитель сказал, что необходимо сделать так как там. Ну действительно оно так более презентабельно смотрится, более красиво. Все, здесь у нас адрес, телефон и электронная почта. Все это отцентровым, выделяем жирным. Все, первую часть мы закончили область. Дальше. Переходим. Вот менеджер мы отсюда удаляем. Он нам здесь не нужен, потому что у нас есть должностное лицо как руководитель и бухгалтер. И в принципе их подписей вполне достаточно. Менеджера мы просто ставим потом снизу под нашим логотипом, в общем, горизонтально вытянутым, где будет информация основного менеджера. Кто закреплен за этим контрагентом, который указан в данном счете и его контактные данные. Ну то есть в случае, если необходимо позвонить контрагенту, узнать какой-либо вопрос, он, разумеется, по этим контактным данным может связаться. Видеть, кто ответственный за выставление этого счета. Сейчас отредактируем область дополнительной информации. Вот, дополнительная информация, если она вам не нужна, если вы ее там не заполняете, то можете вообще убрать. Но если заполняете, то, разумеется, пусть остается. Вот сейчас я разделю, опять же, эту границу на количество строк, которые у меня в макете с версии 10.3. Там у меня определенные надписи будут. Они у меня, разумеется, скопированы. Сейчас я все это подготовлю и просто вставлю. То есть, ну, нет смысла показывать прям каждую букву, как я все это вписываю. Потому что оно у меня уже все готово. И вы, в принципе, как в любом Excel, сами сможете все это сделать. Все, я разделил. То есть, создал необходимое количество строк. Теперь расширяю, объединяю. И просто ставлю тот текст, который нужен. Видите, срок действия. То есть, срок действия у меня будет тоже в модуле изменен. Он будет формироваться от текущей даты составления данного счета плюс 3 дня. То есть, действие данного счета будет 3 дня. Автоматически будет прописываться. Дальше условия оплаты. Это просто сведения обыкновенные. То есть, тут ничего не будет подтягиваться. Просто обыкновенные сведения. Что нужно указать. Сколько что действует. И выдается. Все, далее. Вот здесь мы ставим. Ну, я сейчас объединю эту область. Хотя вам это делать не обязательно. Можете просто ставить сразу рисунок. Ну, такое же, допустим, такое же изображение. Какое сейчас найдем любое. Ну, вот этот, например. Выравниваем его под нужный нам размер. Я как бы изначально не подготовил размер, поэтому такая возня. Выбрал первый попавшийся большого размера рисунок, поэтому сейчас такое происходит. Ну, разумеется, вы заблаговременно подготовите свой рисунок, если он у вас есть. Если он вам вообще нужен. И спокойно его ставите. Ну, вот, допустим, здесь вот логотипы наших партнеров, объединенные с помощью фотошопа в одну такую линейку. Убираем границу, чтобы не было у нас рамки видно. Ниже напишем нашего менеджера, как я и говорил. Все, это просто текстовое значение, никакого смысла оно не имеет. Сейчас здесь уже ставим значение с параметрами. То есть менеджер будет фамилия, имя, отчество менеджера. Дальше у нас будет там телефон и адрес электронной почты данного менеджера. Этого вполне достаточно. Основная подпись, это все же подпись руководителя. Вот они у нас параметры. И подпись бухгалтера. Так, теперь мы уберем вес и объем. То есть у нас расчет основного общего веса и объема идет исходя из данных этой таблицы. Если мы сейчас просто удалим эти данные, то есть просто удалим эти столбцы, следовательно у нас не будет обобщаться вот эта вот общая сумма. В связи с тем, что не имею еще достаточного опыта, чтобы прописывать вот эти модули, там изменять, я просто поступил следующим образом. Вес и количество я перенес, то есть не вес, а вес и объем я перенес в левую часть к услугам и товарам. То есть они стали, количество стало после них, а вес и объем стал слева. Следовательно, что мне это дало? Это дало мне следующее, что я изменил объем и вес. Размер объема и веса, то есть самих буквенных выражений до единицы. То есть они у меня стали очень-очень мелким. Сам шрифт сделал его белым цветом. И потом просто узел все эти столбцы. Таким образом, у меня там осталось 1-2 мм. И никак не влияет это изменение на запись товара или услуги. Потому что оно обычно не такая длинная строка. Вот видите, я смещаю. И у меня оно вмещается все спокойно в одну строку. Но даже если у вас это будет, то если будет даже отступ 2-5 мм, я думаю, ничего страшного. Никто это и не заметит. Но при этом таблица осталась целая. То есть все данные, формулы, которые считают общий вес и общий объем, могут подчеркнуть с этой таблицы. Хотя фактически мы их не видим, потому что мы их скрыли, покрасив цвет букв в белый цвет. изменив цвет букв и также изменив мелкий разъем. Но по факту они там есть. Поэтому у нас все, расчет ведется корректно. И выполнена наша задача основная. То есть мы убрали этот вес и объем. В связи с тем, что он здесь просто-напросто не нужен. А вот именно вес и объем товара общий нам необходим, чтобы заказчик при оплате мог, если он вывозит груз самовывозом, мог понять, какую машину ему необходимо подогнать. Влезет ли у него, если он подгонит, допустим, машину трехтонную, этот груз. Либо если он подгонит объемом, там, не знаю, пять кубов, влезет ли этот груз ему в машину. Потому что по факту может быть грузом на десять кубов, а он машину подогнал на пять кубов. А эти данные, которые у него будут отображаться, он будет спокойно видеть и уже спокойно сможет все это сделать. Вот видите, у меня количество, цена, сумма так же осталась. И объем с весом он тоже остался, просто он перенесен на левую часть и скрыт. Буквы уменьшены до минимального размера, цвет букв тоже спрятан. Сейчас я уберу границу заливку, то есть границу вот этих вот столбцов и строк. Сделаю их неактивными, то есть спрячу. И все. Вот что у меня осталось. Вот видите, я меняю до единицы. Окей. И цвет делаю белым. Все. Все, ничего не видно. Тем самым мы задачу выполнили в этом плане. Не знаю, может быть у вас есть какие-то другие способы. Можете написать в личку там, либо в комментарии. Но в связи с тем, что у меня недостаточно знаний еще в этой области, поэтому я нашел выход из этой ситуации. Именно такой. Поэтому уж не пишите уж строго критично. Если кому-то что-то не понравилось и у кого большой опыт, сделали бы иначе. Я понимаю, что есть люди, для которых эта задача на раз-два, но у меня таких пока знаний нет. И курсов, которые есть в свободном доступе, ну, недостаточно, скажем так. Они направлены все не в то русло, а рассказывают нечто общее. Как А плюс Б, как я уже говорил, получить С и все такое. А вот именно сложные, практические задачи, которые необходимо решать начинающему программисту, либо просто человеку, который как бы не совсем программист, либо вообще не программист, но руководитель сказал, вот надо так и сделать, как в принципе у меня и сложилось. И приходится делать, искать различные вариации. Вот в данном случае я нашел такой вариант. И в принципе цель выполнена, а там какими средствами, я думаю, не сильно важно. Все, макет готов. Сейчас мы просто здесь несем изменения кое-какие. То есть сделаем запрос менеджера и его телефона и его функцию вставляем через запрос, где запрашиваем мы фамилиями отчества менеджера и его контактные данные. То есть адрес электронной почты и адрес телефона. То есть не адрес, а номер телефона. Дальше в этой функции, где заполняется подвал счета, мы вставим небольшие доработки, чтобы заполнить. Вот она, область макета, получить область, потому что у нас там... А, здесь мы вставляем вот эту часть. Вот в область дополнительной информации мы вставляем информацию про дату печати. То есть не дату печати, а дата платежа. То есть помните, я говорил, что срок действия счета 3 дня. Вот мы вставляем вот эту вот часть. Вот сюда. Вот у нас расчет там весь есть. Кому более подробно необходимо все это сделать, можете мне написать там. Вот такой вот у нас вид в итоге и примет. Наша обработка здесь будет. Вот срок действия счета, как вот я сейчас и говорил, в область дополнительной информации мы вставили. Вот она. Вот идет весь подобное. Подробное описание. Вот. Чтобы получить нам вот эту строку. Чет действительно до и дата. Плюс 3 дня к текущей дате. Вот. Ну это подписи. Подписи в принципе она все так же остается. Вот здесь вот как было, так и есть. Ну и вот сама в принципе область фоксимилия, куда мы вставляем контакты менеджера, которые мы с помощью запроса вывели чуть выше. И мы ее туда вставляем. То есть вставляется она непосредственно здесь, где заполняется область подвала. Заполнить реквизиты у подвала. В связи с тем, что это подвальная часть. Вот. Да. Это что касается фамилии, имя, отчества основного менеджера. Вот контактная информация менеджера. Дальше область параметры контактный менеджер телефон. Контактная информация менеджера телефон. И он все эти данные будет подтягивать. Кстати, все эти данные он будет подтягивать с пользователя. То есть вам необходимо, где вы заполняете пользователя, когда создаете в 1С, там у вас есть информация про номер телефона и номер, то есть не номер, а адрес электронной почты. Вот эти данные будут подтягиваться именно оттуда. То есть у пользователя не будет этих данных, то разумеется у вас просто подтянется сам пользователь. Причем, если он у вас будет назван, там просто, допустим, сокращенно Петров ПП, то он у вас будет так прописан Петров ПП. Поэтому для корректного отображения, допустим, Петр Петрович Петров, вам так и необходимо переименовать фио пользователя 1С. Дальше указать его контактный номер и указать адрес электронной почты. И тогда эти данные будут оттуда подтягиваться. Видео закончено. Кому интересно, там, может быть, кто-то хочет визуализацию получить именно, что получилось, могу скинуть, отправить, прикрепить в комментариях. Пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь.